здравствуйте начался сезон таволги я еще задумала с весны этот ролик и вот наконец-то подоспел смотрите замечательные ромашки полевые здесь прошел трактор у нас немножко скосил и так таволга что же это за трава такая а вот она собственно эта трава простая замечательная вот это соцветие она еще не раскрылась вполне вот это вот уже раскрыты это еще нет когда она раскроется полностью но будет такая большая шапочка есть еще одна такая трава похожие очень на нее и даже запах у нее тоже медовый но немножко отличается запах но как отличить смотрите внимательно у таволги вот такие листья у той травы они такие узенькие похожие как на елочку у этой вот они похожи на коноплю чем-то да ну вот вот они широкие и так чем же так хороша таволка раньше у меня ее знают в роду все наверное и как ее называли мы называли ее порезанная трава собственно так то я ее и знала из детства у бабушки она была всегда всегда припасена и при любых ранах порезах и всегда ее использовали если вы порезались ножом то ваша рана если присыпать вот этим сухим соцветием на рану вот так вот густенько посыпать и завинтовать то ваша рана затянется за ночь это уже проверено годами если рана более глубокая естественно это будет подольше но как-то однажды у меня свекра разрезала руку болгаркой и мы ставили скобы вот этой травой я ему присыпала и когда он пошел на перевязку доктор ну сказал бабушкины травки это было видно и бинт легко разбинтовался в чем ее прелесть то что она подсушивает и тем самым дает быстрее заживление когда вот большие раны вы присыпали густо у вас получилась прослойка между раной и бинтом когда вы разбинтовываете вам не нужно отдирать от кожи от мяса бинт то есть не нужно страдать так и мучиться все это легко снимется дальше я как-то однажды познакомилась с девушкой в интернете и мы с ней разговорились про травы и вот эту траву я рассказал ей про эту траву а она говорит пришли фотографии у меня была фотка я ей отправила она говорит это штаволга мы ее используем как чай она очень полезна для женщин и очень вкусная и вот это было для меня тоже открытие теперь я ее собираю больше не только для порезов но еще и для чая мало того я подсадила свою соседку на эту траву и соседка в общем каждый растер когда приходит надо завариме травки я даже собираю траву еще и на нее как ее собирать а да вот она ее пьет без сахара и без меда безо всего просто не так она нравится мне больше нравится с сахаром что подслащеная была мне надо чем-то лимонад что ли напоминает не знаю ну очень приятно ее можно так и горячий как холодное пить особенно ты лета в жару прекрасно собираю я вот эти вот соцветия отрываю и складываю в сумку обычно я беру пакет большой киевский бумажный пакет и в него вот складываю почему бумажные чтобы пока вы везете до дома она у вас не спрела потом дома я раскладываю на бумагу где-то в тени и периодически таким тонким слоем вот так прям ряденько чтобы она быстрее высыхала чтобы не запрела и не заплесневела у меня как-то год пропала она влажное лето было и она испортилась дальше я ее складываю в стеклянные банки сухие прямо целиком тетя у меня делает она отберется цвете вот эти вот отдельные когда высушенные и через сито протирает у нее получается порошок но она не пьет как чай она просто вот для аптеки и и и уже у нее готовый порошочек я когда же при порезах до необходимо я беру это сухое соцветие и просто рукой вот ну на рану растираю порошком конечно наверное лучшее но так как я ее использую еще и в чай то мне удобнее так хотя можно и так и так сделать но знаете как со временем порезу нас не каждый день а со временем можно забыть может даже подписать но так нагляднее я вижу то что это трава вот она и есть поэтому пользуйтесь еще раз я вот вам издалека покажу как она выглядит вот это все таволга тут растет трактор скосил как раз доступ к ней хороший получился вот вдали она тоже вот это вот все она вести ее такие листья будьте здоровы живите богато все всем пока используйте эту замечательную траву